Всем привет, с вами Дэн, и сегодня я хочу вам рассказать про мод на тренеров GTA 4. Этот мод позволяет вам быть абсолютно неуязвимым, использовать постоянный запас патронов. То есть сейчас я вам их покажу. То есть, как... Они вообще не тратятся никогда, то есть у меня очень много денег, я могу ставить с этим модом. То есть это полная замена чит-кодов, которые были, допустим, в GTA Salandros. Я не сомневаюсь, что эти тренеры есть и на GTA Salandros, но это мне кажется наиболее интересным. В GTA 4, допустим, я скоро еще, в скором времени сделаю сравнение GTA 4 и GTA 5. Мне кажется, это, ну, интересно, но это не важно. Итак, тренер GTA 4. Открывается на клавише F3 и открывается внутреннее игровое меню. И здесь присутствуют опции основных настроек, опции настроек транспортных средств и многие остальные опции. Управление происходит на клавише, которая на стрелочке. В циферке, которая находится в правом нижнем углу, на клавиатуре включаются клавиши Numb Lock. И циферка 2 отвечает за нижний переход, 8 вверх, а выбрать это 5. Ну, основные настройки, это можно включить неуязвимость, гравитацию, невидимость для полиции, допустим, сейчас никогда не уставать. Здесь у меня много что здесь включено. Неуязвимость для транспорта, запретить розыск игрока, допустим, я могу включить все-таки полицию, это достаточно интересно с ней играть. Неограниченное количество полицейских, включу часы, допустим, спидометр, километр в час у меня включен. Аннулировать уровень розыска, могу разблокировать карту, я уже разблокировал. Доступные двери, получается, да? Координаты, уровень розыска, ну, идти сквозь двери, могу взорвать ближайший транспорт. И на циферку 6, либо на циферку 4, на циферку 6, допустим, я перехожу в другое меню, страницу вторую, допустим, да, у меня здесь тоже много чего есть. И, допустим, я могу добавлять себе деньги, сколько мне влезет, то есть вы видите, по 100 тысяч долларов, я просто кликаю на циферку 5, у меня добавляется уже 8 миллионов денег, и мне достаточно это много. Заблокировать ближайший транспорт, разблокировать ближайший транспорт, то есть уровень здоровья, допустим, давать. Ну, вот здесь я могу здоровье себе увеличить, то есть, как вы видите, все игнорируют игрока, режим полета. Ну, короче, очень-очень-очень много этих вот третьей страницы, а не первой страницы, вот. Закрывается это все на клавише F4 и открывается то же самое. Если мы хотим перейти на другую страницу, мы кликаем на Escape, и у нас открывается меню теперь с клавиши F3 и основное меню настроек. Итак, давайте я покажу, что у меня получилось, в принципе, я поставил себе просто уровень розыска, снизил сейчас у меня бесконечное количество патронов, то есть если я... и, как бы, неуязвим, что за выстрелы меня не убивают абсолютно, у меня полное здоровье, как вы видите. Я могу уничтожать все вокруг, и в скором времени я сделаю обзор на разрушаемость автомобиля. Я могу немного проспойлерить, получается, да? А сейчас я сяду в машину, допустим, вот в эту. Нет никого, да? Сяду в эту машину, у меня она будет неуязвима. Но смотрите, что будет с остальными машинами, то есть у меня она абсолютно неуязвима, так как я включил мод на неуязвимость, а остальные машины ломаются достаточно сильно. То есть я могу обстреливать всем сзади, то есть на моей машине ничего не будет. Я могу просто брать вот так и ехать на правом, особенно с этим джипом, так как он достаточно хорошо справляется с этой задачей. И устраивать хаос, здесь очень весело в игре. Но это всего лишь на первое время, мне кажется, тренера хватит на многие-многие вещи, то есть уровень полета, там, я не знаю, мгновенное перемещение, что-то, потому что есть много чего-разного. И в скором времени, если вам понравится, как бы, рубрика с модами GTA 4, я буду снимать достаточно часто, у меня модов достаточно много, они и сейчас установлены. То есть полицейские машины у меня вот эти, но вообще из GTA 4 и GTA 5 я попытаюсь переделать с помощью модов GTA 4 под GTA 5. Надеюсь, вам понравилось данное видео, вам понравится рубрика, в которую я, как бы, запускаю. Это первое видео этой рубрики. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok